Всем привет! Очень большой промежуток времени не было видео на моем канале. И вот, наконец-то, сегодня я снимаю для вас видео. Я объясню, почему. Потому что я начала работать, работать, роять детей без помощи бабушек, нянь и так далее. Это очень сложно, и найти время на что-то еще помимо работы и детей практически невозможно, поэтому не было возможности снимать. Но сегодня, наконец-то, выходной день, я выделила время для того, чтобы снять видео. Помимо этого, я сейчас начала развивать активно именно свой Инстаграм, потому что снимать для Инстаграма проще. То есть, я не жду, пока у меня накупится какой-то объем, допустим, тех же покупок, чтобы вам показать, а просто по мере поступления покупок я что-то показываю сразу в Инстаграме, в сториз. Вот, для меня это проще, удобнее. Вот, пишу полезные посты, поэтому, если кто-то еще не подписан на мой канал в Инстаграме, то обязательно подписывайтесь. Ну, а сегодня берите девочку чаю, справитесь поудобнее. Сегодня будет большое, длинное видео в моих покупках. Все очень классно, все очень интересно, я думаю, что вам понравится. Итак, давайте начнем это все в посуду. Все покупки у меня для кухни. И вот, сегодня в качестве посуды начнем с вот такого бокала. Он называется, идет бокал для пива. Вот этой фирме он тоже, по Сабену, не знаю. Мы его взяли для кваса. Таких в наборе шло два бокала. Для кваса просто идеально. У меня как-то муж обмолвился, что он очень хочет, он где-то был и пил квас именно в центре города. Из таких вот бокалов, как вот в старые времена, говорит, ему так захотелось такие бокалы. Я нашла, выбрала и вот купила такие бокалы под квас. Мы не пьем алкогольные напитки, поэтому мы пьем только квас. Дальше, еще и стекла. Вот такие бокальчики, из них мы пьем все. То есть, воду, компоты, соки, какие-то, я не знаю, мурсики, сели, молочные коктейли. Мы полностью, я полностью убрала, я в инстаграме говорила, я полностью убрала из нашего арсенала. У нас нет сейчас обычных стаканов. Вот, я полностью заменила их вот такими вот бокальчиками. Это люминарк. Смотрите, он какой-нибудь очень коротенькая ножка. Объем стаканчика 310 мл. В наборе их идет 3 штучки. Стоят они где-то 356 рублей, по-моему, на зоне. Я заказывала их, очень классные. Детям их держать, они небольшие. Детям их держать очень удобно. Дети пьют с огромнейшим удовольствием. На столе не смотрится намного интереснее и более благородно, чем обычные стаканы. Поэтому сейчас мы пьем вот из таких стаканчиков. Так, дальше покажу вам свою любимую кружечку для кофе. Это такой бокал для кофе или стакан. Он с двойным стеклом. Он очень-очень легкий. Я когда увидела его, я думала, боже мой, почему он такой легкий? Там, видимо, внутри воздух, который сохраняет температуру. Для мам, у которых маленькие дети, это особенно актуально. Я в нем пью чай и кофе, потому что он не остывает. То есть вы сделали себе кофе, и, например, вас отвлекли дети. Мама, не знаю, почесть яблоко, дай печенье, дай попить или еще что-то. И ваш кофе будет все время горячим, потому что он прекрасный. Этот бокал прекрасно сохраняет температуру. Очень классный. Цена 580 рублей. Тоже заказывала на Азоне. Постараюсь на все, что я вот заказывала. Если я найду ссылочки, постараюсь ссылочки для вас прикрепить. Так, дальше пойдем по люминарку. Я купила вот такой набор чашечек. Это серия люминарк Дивали. Набор я там чашечки и блюз. 6 чашечек, 6 блюз. Смотрите, какой у него лаконичный вид. Белые они, абсолютно белые. Я думаю, что, как вы заметили, я люблю белую посуду. Абсолютно белую. Никакую другую посуду я не люблю. И у меня ее дома нет. Все только белое. Вот, идеальная ровная белая форма. Небольшие блюца. Блюца, конечно, совсем малюсенькие. То есть, как бы у меня были, мне как-то далили на день рождения. Там набор был 3 чашечки и 3 блюца. Где другого производителя, там блюца чуть побольше. Эти блюца совсем крошечные. Они вот прям под чашечку. То есть, кушать десерт лучше из десертных тарелочек. Эти там не очень подойдут. Просто потому, что у них маленький размер. Так, дальше люминарк. Давайте сейчас покажу сначала тарелочку. Потом супницы покажу. Взяла вот такие тарелочки. Идеальный размер тарелочек, чтобы деткам кушать кашу. Деткам кушать супчики. Вообще замечательные тарелочки на повседневку. Стоит, брала я их в Ашане, стоит 100 рублей тарелочка. Тоже абсолютно белая. Люминарка очень хорошая качество посуды. Мне нравится, поэтому взяла вот такие тарелочки. Дальше супницы. Со супницей у меня была отдельная история. У меня их оказалось 3 штуки разного размера. Сначала я увидела, она очень искала супницы. Увидела на Азоне вот такие. Взяла вот такую супницу. Она большая, 700 миллилитров. Она реально очень большая. Я подумала, боже мой, что из нее есть. Но в итоге она нам идеально подошла для того, чтобы для борща, для пельменей и для крошки. То есть то, что мы едим просто реально огромными объемами. Муж вообще из этой супницы ест абсолютно все. Она ему очень понравилась. Он ест из нее все. Но для меня она очень большая. То есть на повседневное использование, для того, чтобы есть из нее супчики, мне не очень удобно. Я хотела поменьше. Потом я нашла на Азоне вот такие. Это серия Гиминарка Триано. Вот такие супницы. Они совсем крошечные идут. И они совсем маленькие. Для супа ее очень мало. И поэтому суп из нее есть тоже не очень удобно. Я была в поиске, но где же не найти идеальные супницы. И вот наконец-то в Ашане я нашла супницы. Свои мечты. Они тоже люминарк. И они просто идеальные. Посмотрите, насколько они лаконичные. Чем мне нравятся именно такие супницы. Потому что видите, эта супница, она кверху не расширяется. Из нее есть не так удобно. А вот это, видите, маленькое дно. Она как горшочек расширяется кверху. Она имеет два ушка. Смотрится на столе она просто бесподобна. Очень красиво. Очень классная супница. Я от нее в полнейшем восторге. Ее объем примерно как стандартные столовые тарелки. Поэтому она мне подошла идеально. Так что теперь у меня три вида супниц. Вот эти для борща, для пельменей и для окрошки. Эти для повседневного использования, для всего остального. Вот для супов. Точно так же здесь можно есть окрошку. Точно так же с ней можно есть окрошку. Либо все, что угодно. И вот эти, мне кажется, они подходят. Если они подходят, надо посмотреть. Если их можно запекать в микроволновой духовке. То, мне кажется, они здорово подойдут для того, чтобы делать не жульен. Или утром. Кстати, утром каша тоже отлично вписывается. Потому что, например, столько каши я не съем. Для меня это много. А вот в таком объеме каша очень хорошо подавать. Поэтому получается, что супницы трех разных размеров прекрасно вписались в мой интерьер, в мою жизнь. Дальше. Купила я вот такую штуку. Смотрите. Это блюдо для торта. Оно на такой вот подставке, на такой ножке. Вот так оно выглядит. Очень классное. Фирма. Это вот очень много у меня вот этой фирмы. Оно в том числе. Покупала тоже на Азоне. Очень классное. Вот я дочке уже на день рождения торт подавала именно в нем. На столе торт, либо кекс, либо какие-то пирожные, либо тарталетки, например, на празднике. Смотрится очень классно. Вообще просто замечательный вариант. Мне очень-очень понравилось. Дальше по посуде пройдем. Ничего, я не закончила с посудой. Так, по посуде дальше. Вот такой это салатник. Тоже иллюминарк серия Дивали. Белый абсолютно. У него вертикальные стенки. Очень удобная форма. Абсолютно лаконичный. Очень классный. Он просто моя любовь. Диаметр 18 см. Такой же салатник. Вообще это позиционируется как салатник, а как форма для запекания. Выдерживает температуру до 250 градусов. У меня их трех, а не в трех размерах. У меня вот 18, 24 и 28 см. 28 сейчас вот он у меня. Он сейчас в посудомойке, потому что я его в нем запекала курицу. Прекрасно переносит запекание в духовке. Идеально смотрится на столе. То есть вы можете в нем приготовить, например, какой-то большой слоеный салат поставить на стол. Будет очень красиво. Либо что-то запечь в духовке точно так же. Лазанья, либо это может быть курица, может быть любое мясо. И на столе он будет смотреться очень красиво. Именно за счет того, что будет идеально сочетаться со всей белой посудой. То есть у меня вся белая посуда белая. Вот эти на столе, если поставить на крест стол белой посудой, вот эти поставить что-то запеченное в этих формах, будет смотреться очень красиво и очень лаконично. Мне очень нравится. Пойдем дальше. Так, дальше. Вот такие вот маленькие декоративные вазочки. Я взяла их в магазине сегодня со скидкой по 86 рублей. Взяла две штучки. Я в них сейчас положу декор такой осенний и поставлю их в ванной. У меня есть такие чуть побольше. Это вот совсем маленького диаметра. Дальше. Вот такая лимонница. Абсолютно лаконичная. Абсолютно просто. Очень простая прозрачная лимонница. Прекрасный вариант для хранения лимона. И очень красиво. Помимо того, что в ней удобно хранить в холодильнике, в ней красиво его подавать на стол. Оно будет хорошо сочетаться. Например, у меня масленка тоже прозрачная. И на завтрак, пожалуйста, вот так лимончик, масло в прозрачной стеклянной масленке. Будет смотреться очень здорово и очень красиво. Дальше. Вот такое. Я не знаю, как это называется. Наверное, ваза. Она вот такая идет подставка на ножке. Сверху вот такой купол. Закрывает. Я взяла для декора. У меня есть такие четыре штучки. В одной уже стоит осенний декор. Остальные я заполню. Что-то декором хочу заполнить и поставить в зале и в нашей спальне. А что-то я хочу сделать в безе. Тоже в таких осенних цветах. Оранжево-желтых и красных. И тоже поставить для красоты. Смотрите, какая красивая и лаконичная ножка. Прекрасно смотрится. Очень здорово. Дальше. Вот такое замечательное блюдо. Это такая вот что-то. Блин, она такая большая. Вот, смотрите. Это такое блюдо для фруктов я взяла. Вот оно вот так смотрится на столе. Оно тоже прозрачное. Без ажурчиков, без ничего. То есть вот гладкое стекло. Вот такой любительский край. Прекрасно будет для того, чтобы хранить фрукты на столе. Очень мне оно понравилось. Дальше по кухонной утвари пройдемся. Ем-нем осталось немножечко. Взяла вот такие щипцы. Цена 100 рублей. Классные. Что-то брать. Те же там пироженки. Что-то еще. Очень здорово. Так, дальше взяла вот такой венчик для взбивания. Он маленький. У меня есть большой, огромный венчик. В языке, в котором я взбиваю там блины, но что-то в больших объемах. Для того, чтобы, например, взбить омлет или кляр для яиц. Вот такой вариант. Очень хорошо подходит. Взяла вот такой маленький венчик. Дальше. Силиконовые помощники. Смотрите, как классный, яркий, мятный цвет. Вот такая силиконовая ложка. Я люблю силиконовые. Вообще, вот все, что силиконовое, цельное, чтобы кончик не снимался. Вот такая цельная ложка поменьше и побольше. Смотрите, на какой она большой длинные ручки. Очень классные. Дальше вот такая лопатка для того, чтобы что-то переворачивать. Тоже она абсолютно цельная. Дальше. Вот такая лопатка для того, чтобы наносить крем. Очень удобно. У меня такая была, но она испортилась. Взяла другую. И взяла вот такую кисточку, тоже цельную. Фирма, не знаю что это, брала. Брала на озоне. Выбирала не по фирме, а чисто, чтобы оно было цельное. Вот такой вот вариант взяла. Очень здорово смотрится. Мне понравилось. Вот все мои обновки, которые я вам хотела показать. Но точнее, это не все. Есть кое-что еще для кухни. Но мне должен еще завтра прийти заказ. И я сниму это вторым видео, чтобы это видео не затягивалось. Потому что уже 10 минут. В следующем видео я сниму остальное все. Всем спасибо за внимание. Кто еще не подписан на мой профиль в инстаграм, обязательно подписывайтесь. Потому что там я своевременно показываю все, что все свои покупочки, все обновочки. И вообще не только это, но и вообще всю нашу жизнь показываю там. Так что подписывайтесь и смотрите на канал. Ссылочка на мой инстаграм будет внизу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!